У меня недавно в Виобанке украли 5000 дирхам. И в этом Виобанк не очень виноват, но при этом я очень аккуратный человек. Все эти правила знаю, но все равно попался. Это говорит о том, насколько совершенный мошенник. Как это произошло? Я в среду должен был идти в баню. Мне отправила баня ссылку на страйп. Страйп это платежная система для оплаты бани. То есть мы это делаем заранее для того, чтобы не было каких-то проблем потом на входе, чтобы можно было сразу показать QR-код на вход. Я заплатил. Мне страйп предложил ввести туда номер карты для оплаты и сохранить его внутри своего кабинета в страйпе для того, чтобы в будущем не вводить карту. Авторизовался я там в страйпе через Google Pay, через аккаунт Google. Даже это не Google Pay, это просто аккаунт Google, который позволяет там авторизоваться. Каким-то образом мошенники получили доступ к моему Google Pay, к которому была привязана вот эта карта. И ночью, пока я спал, заплатили в Афганистан 5000 дирхам. У меня, конечно, вопрос к Виобанку. Не показалась ли им эта транзакция ночная подозрительной какой-то? Потому что я спал в Дубае, и они об этом знали, вероятнее всего. Но как бы Виобанку не показалась эта транзакция странной. Поэтому сегодня мы расскажем о том, как соблюдать гигиену и не попасться на мошенников, которые такими техническими способами попытаются заполучить ваши деньги и потратить их. Итак, начинаем правила. Некоторые правила могут показаться банальными, но я буду о них говорить. Не смейтесь, а если хотите посмеяться, напишите об этом в комментариях, что вы и так знали об этом. Я буду радоваться. Первое правило. Не сообщайте данные своей карты посторонним людям и вообще никому. Не пересылайте, не сообщайте. И это очень просто. Это такое правило, которое вы, наверное, слышали, но не все соблюдают. Даже я иногда не соблюдаю. Но запомните его. Не вводите данные карты в Google Pay, в какие-то почты, которые используете. Если в вашей стране доступен Apple Pay, старайтесь платить Apple Pay. Это намного безопаснее. А если у вас есть потребность вводить свои данные карты, сделайте одну карту. Не надо обо всех картах рассказывать этому Google Pay. И не держите на этой карте деньги. То есть, закинули туда деньги, рассчитались за все, что вам надо. И вывели оттуда остаток, который хранится, может, на каком-то депозитном счету, на каком-то сейвинг счете. Это есть и в России, и в Эмиратах, в любой стране. Это возможно. Ту карту, которую вы используете для интернет-платежей, не используйте каждый день. И теперь следующий совет. Не храните большие деньги на счетах, платежных счетах, которые вы используете каждый день. Деньги всегда можно перевести на другие счета, к которым не привязаны никакие карты. И это позволит вам безопасно их хранить. И к ним с маленькой вероятностью кто-то может получить доступ. Следующее. Не передавайте никому, даже своим друзьям, родственникам, данные для входа в интернет-банк. Никому не нужен ваш интернет-банк. И вы, например, можете соблюдать гигиену какую-то в интернете, не распространять эти данные. А человек, которому вы передадите, по незнанию поделится с кем-то этой информацией. Либо кто-то его взломает, получит эту информацию. И сможет зайти в ваш интернет-банк, авторизоваться каким-то образом и потратить ваши деньги. Поэтому не делайте этого. Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров, либо с номеров, которые связаны с мошенником. Я приведу два примера. Один пример – это Россия. Когда тебе целый день названивают мошенники, банки, какие-то другие структуры, которые каким-то образом заполучили твой номер, они тебе названивают и продают какие-то непонятные услуги. В России во всех банках есть сейчас определитель номера, который пишет, кто тебе звонит. Поэтому посмотрите, установите себе эту услугу и просто не берите номер, чтобы от всяких рисков избежать. Если вы находитесь в Эмиратах, как я сейчас, здесь тоже определяются номера. Но я вообще не беру трубку с незнакомых номеров. Если кому-то нужно будет, он мне напишет в WhatsApp, либо в Telegram, и я пойму, что я знаю этого человека. Если я нужен буду полиции, то они меня тоже найдут. И запомните, никогда на ваш номер телефона со своих личных не звонят сотрудники полиции, ФСБ, там, Дубай Полис, либо других каких-то госорганов. Никто вам не будет звонить с личного номера и представляться. Если вы увидите только официальные номера, это может подтверждать то, что вы можете с этими людьми как-то разговаривать. Но опять же, не стоит верить всему, что они вам будут говорить. Следующее, это более сложно. Не стоит входить во всякие Telegram чаты, WhatsApp чаты, жильцов, каких-то потребителей услуг, каких-то клиник там и тому подобное. Чаты, которые открыты и в которые может добавиться любой человек. Расскажу вам пример. Недавно в одном из чатов того жилого комплекса, в котором я живу, начали добавляться некие люди, подписываться какими-то знакомыми именами и просить людей сделать обмен денег. Поменять там рубли на дирхам, дирхам на рубли. И потом выяснилось, что они многих обманули. То есть они просили перевести деньги, говорили, что я тебе на Сбер переведу. И таким образом обманывали. И люди оказывались в неприятной ситуации. Вы можете мне сказать, что теперь не заходить в чаты. Да, не заходите в чаты, в которые зайти очень просто. Нормальные, уважающие себя чаты создают какую-то систему авторизации, которая отфильтровывает любых мошенников. Если этот чат открытый, есть огромное количество людей во всем мире, которые считают своим способом заработка, обман людей. И они этим воспользуются, зайдут туда. А вы потратите кучу времени, ресурсов и своего классного настроения на то, что будете с ними бороться. Просто выходите оттуда и все. Вот я вышел из всех чатов таких. И меня никто не пытается обмануть. И последняя рекомендация, это не пользоваться услугами тех компаний и тех людей, по которым у вас нет рекомендаций. Под рекомендациями я понимаю, это личные рекомендации, либо это страница в Google картах, в Яндекс картах, в которой есть понятные отзывы. Эти отзывы сформированы не одним днем, а годами, в котором реальные люди говорят о том, что пользовались услугами компаний. Почему я об этом говорю? Потому что я мошенниками считаю тех, кто не оказывает реальные услуги, беря за это деньги. Или там не доставляет тот товар, за который берут деньги. Потому что схем мошенничества множество под видом продажи товара, под видом оказания услуг, под видом помощи нуждающимся. Всегда проверяйте то место, куда вы платите деньги. Всегда проверяйте тех людей, с которыми вы взаимодействуете. Сейчас 21 век и как правило вы всегда можете зайти в любом поисковике, либо чате GPT задать вопрос и получить ответ, мошенники это или нет. Не доверяя никому, всегда с определенной долей скепсиса вы можете защитить себя и свои интересы. Друзья, я этот ролик записываю для того, чтобы рассказать о своих правилах гигиены в интернете, избежание мошенников. Вы можете в описании к этому ролику, в комментариях написать те способы, которые вы используете. Либо рассказать, как вас когда-то обманывали мошенники. Я думаю, любой человек так или иначе с ними сталкивался. Напишите, мне тоже будет интересно. И те, кто будет смотреть этот ролик, смогут туда также зайти, почитать. И это поможет, вот это просвещение, как-то нам уменьшить количество влияния этих мошенников на наш мир. С вами, как всегда, был юрист из будущего, Самбат Алиханян. Всем пока!